Я, наверное, лет 7 назад перешел на ВИМ и... Начинающий, да. Начинающий, да. Начинающий, да. Да, 7 лет начинающий, все разно. В чем прелесть ВИМа за... Без 10 евро интермидии. Без 10 евро. Без 10 евро. Между прочим, этот вопрос собрал более миллионов лайков на Stack Overflow. А Украина на топ-3 стран, которые задают его... Недавно была... Вот, получается... Вообще, почему ВИМ и... Многие задают вопрос, на хрена тебе нужен ВИМ? Если есть WS Code, Atom, SubLine, еще всего... На Семья, SubLimaya... Я вижу, студия нормальная для РУП. Да, да, да. ВИМ это скорее не tool, это скорее философия. Слово начинается. В чем пишешь? ВИМ-философия. В общем, почему ВИМ-философия? ты, как разработчик, постоянно развиваешься. Новые языки, новые подходы, новые тулы. Все постоянно меняется. Если ты хочешь оставаться в тренде, ты должен меняться вместе с этим. Чем хорош ВИМ? Есть ощущение, что выучить все, что может ВИМ, практически нереально. Последний раз я рассказывал про VIM, это ребята на наших тренингах, и я открыл мануал и залип. Я закончил с докладом, и я понял, что я выучил что-то еще в VIM. Это тул, который ты сам развиваешься и развиваешь свой скилл в VIM, потому что он делает обширные возможности во всем. И почему я не пользуюсь subline, VS кодом? Нет необходимости. На самом деле, ты учишь те же хот-кей и танк, но возможностей тех же ты не получаешь. ВИМ может дать тебе возможность нажимать после каждой 30 сейвов, типа не покупать, не покупать. 40 долларов фиксов. Окей, атом ставишь, там нет, кто-то не покупать. Ты Atom открывал на больших файлах? Не-не-не, Армен, subline просто покупаешь, я купил 12 долларов фиксов. Да нет, ну то есть, мне кажется, что VIM, это в этом случае у тебя среда, которая есть... Среда плюс челлендж. В твоем рабочем варианте и в любом удаленном варианте. Ты залазишь на сервак, особенно если ты не ставишь VIM никаких плагинов, плагинов и пользуешься VRVIM, ты открываешь SSH-шишься в любой сервак, у тебя есть кмукс, нет кмукса, пофиг, и ты чувствуешь себя... При анкорда продаж не меняешься. Не-не-не, ну учи в ход, ты, наверное, распаршиваешь ход. Но надо знать, что он на сервере. Ну тогда тебе нужно знать на два тула больше, да? Ты учишь ходкей в ход где-то еще, плюс VIM. Ты понимаешь, что до срочной перспективы VS-код намного лучше, в том плане, что у него есть интеграция уже с современными вещами, он намного быстрее SSH-байм, намного быстрее VIM, когда открывали большие файлы. Ты можешь рассказывать, как у кого-то там подсветку начинают рисовать. Не-не, VIM нам мешать. Не-не, VIM даже на несколько VIM открывать. Да. Вопрос подсветки, кстати, это тоже очень большой вопрос, нужна ли она? Нужна ли тебе подсветка? Ты смотришь на красивые картинки или на код? Смотри, это, наверное, разная степень наркомании в VIM, да? Но там, наверное, первая степень, это когда ты отказываешься от плагинов. Ну то есть VIM настолько хорош, что тебе все эти плагины не нужны. Да. 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 Я хочу вопрос. Вы пишите на нарубит чисто, больше других языков вы никогда не видите. Почему? Я пишу на... Я пишу на... Я пишу на... Хорошо. Какой язык вы не знаете? Китайский. Я пишу на рейс. Я пишу на рейс. У меня не сильно добрались руки за год, но вообще не точно. Это статья синкезисами. Почему этот троллинг? Ну, я, например, фронтенд-девелопер. Я Ruby не знаю. Но мне иногда приходится работать и с Ruby. И видеть файлы, когда там куски кода внутри HTML, допустим, и куски кода на Ruby написаны еще, ну, Slim это называется, да? И это невозможно прочитать без подсветки. С этим все согласны? Не, да, и подсветка это так, сайдного. Просто синтакс офф, и ты можешь открывать вообще все что угодно. Можешь там пятигиговые видосики редактировать. Я могу в поддержку просто примера жизни, да? Когда ты подсел на какую-то очень хорошую диету, ты настолько привык к ней работать, что ты не можешь сам написать код. Вот у тебя приходит чувак, ты ему говоришь, слушай, ну, давай вот сядем с тобой вместе попишем, да? Открываешь блокнот, открываешь любой редактор без, без всех привычных хоткеев, без автогенерации, там, без, без поиска по лимбинам. Говоришь, давай вот сделаем какую-то штуку. Он говорит, я не могу. У меня паренек, он не мог тесты сам запускать. Он говорит, у меня в RubyMoney кнопка есть. Все, я говорю, ну в плане. А ты видел, как джабисты пишут? Хе-хе-хе, контрол-пробел, букву контрол-пробел, даешь ему блокнот, а он говорит, я хз как начать. В смысле ты синерджа разработчик? Что значит, ты не знаешь, как начать? Ну блин, ну, идея, мне нужна идея. В этом суть, что, ну, это зависимость от тлов. И точно так же, когда вы пользуетесь, там, ВС-кодом, чем-то еще, вы очень сильно зависит от тлов. На-на-на? На-на-на? Да. Ты наркоман, что ли? А что ты неишь против? Да. Я, я, как пастырь Вима, я взвольный в ладимнах. Мой брат родной милая. Ты серьезно? Ты серьезно? Мне не хватает растяжки пальцев. Это... Я не... Вот на эту тему я шутить не буду. Серьезно. Меня не хватает растяжки пальцев. Можно я скажу, в каких случаях я использую Вим? В основном я пользуюсь Sublime в последние годы. Раньше присмотрел. Ну, во-первых, плюс Вима, это вот то, что команды, их можно в последовательности, да, устраивать. Вот если вы хотя бы внимательно умеете пользоваться, типа там... Если ПП копировать, да, то 5 ПП скопировать тогда и строчек. Либо там W, это переместиться на слово, то 10 W, это на 10 слов, да, и так далее. Вот операция, для которой я часто использую Вим, это вот есть задача удалить где-то текст между двумя кавычками, да. Все равно я эти команды гублю, потому что их забываю. Но суть в том, что команда сходится к D, B, кавычка, а читается она как DELETE BETWEEN символ. То есть ты фактически можешь удалить не только между кавычками, или кавычками, да. То есть неважно, да. Они же были двумя символами, то есть и вот эта вот мощь, это, конечно, большой плюс. Плюс Вима еще, что тебе не нужно свитчить контекст. Много операций для FDE, ты убираешь руку, взять мышку, что-то там где-то там поднажать немного. Если ты делаешь это в Виме, то у тебя руки все время лежат на клавиатуре. Да. Ну, конечно, это как бы там сотые доли секунд ты там тратишь где-то, но за день, если посмотреть, то ты свитчишь с... А вообще тачбар когда есть? Ты большим пальчиком? Да я вижу. А почему это тачбар помогает еще лучше, да? Просто помойте клипы. А я тебе могу подсказать, как вот привлекать к навигации по повышенной задаче. Вот я раньше не знал, на ютубе, если кто-то не знает, не знает, ну, я уходит, да, там можно принимать, а не ставить на паузу с помощью джеки, то следующее там, 10 секунд, я 10 секунд права паузу. Я как только об этом узнал, ну, то есть моя жизнь заиграла с этим, таким, и, ассал, айсу. А что мне нравится, это как-то, ну, то есть у... То, конечно, по повышенной луле, ты прямо под вперед, назад и так далее. И уже потом можно будет на BIM переходить. Вот я... Я вот хочу тоже в плане BIM дополнить. Я не нашел еще несколько вещей в BIM, которые бы мне идеально заменили. Я в Subbar, по-моему, он только там зарезился, но мне он очень понравился, и он у меня купленный там, нормально. А... Но я в Subbar в BIM. Потому что... Ну, вот только общались, и перебивайте, не только мне за это с Пашей. А... Почему хорошо, даже вот в Subbar пользоваться BIM. В BIM моде. Когда ты привыкаешь к этому BIM моду, тебе, в принципе, нет разницы в какой-то IDE. Ты можешь переключаться BIM мод в любой IDE и пользоваться всеми теми, большинством этих кодкеев, большинством макросов в любой IDE, в принципе. А это как бы нравится или не нравится как будто, но попробуйте даже хотя бы рассмотреть это как очень удобный инструмент для того, чтобы не отвлекаться лишний раз от кода. Потому что, когда ваши глаза здесь, руки у вас на клавиатуре, то вам не нужно, ну, даже вот делать это секундное движение, менять свою концентрацию на то, что вы мышкой все что-то сделаете. Это, в принципе, прикольно. И, ну, BIM уже есть абсолютно весь день. Обязательно пользоваться BIM даже в консоли, по сути. Ну, да. Это неполноценная замена, но это тоже удобно. Говорят, что BIM, ну, тяжело, да, тяжело привыкнуть. На самом деле, там, провели эксперимент ребята на курсах, которые там никогда его не видели. Там, буквально на первой неделе они там что-то проходили. Ну, я вижу, что они тратят много времени на непонятные маневры. Я им рассказал про BIM. У нас закончилось, Сергей расскажет про, что там произошло. Порядка десяти человек остались в BIM. Сильно. То есть десять человек, которые до этого там в универах пробовали кучу всяких BIM, кто-то в Sublime, кто-то пришел с Atom, все пришли с какими-то, ну, своими BIM, десять человек смогло остаться в BIM и чувствовать себя комфортно. Поэтому, ну да, я вообще, честно, не вижу необходимости. Ну, ладно. Знаешь, что плохо BIM изначально? Это замена по всем файлам какой-то строчке на BIM. Вы придется, ну, там есть такие фигопонки. Ну да, они все удобные. По сравнению с Sublime, они явно проиграют и по скорости, и по удобности. Вот смотри, да, я часто слушал этот вопрос. Но это такая операция, конечно... Да, это очень стремная операция сама по себе. Да, стремная, да. Но, чтобы ты сделал BIM, тебе придется посмотреть там два туториала, как минимум, чтобы на фоне это сделать. А, и все равно? Нет, нет, нет. В BIM можно сделать, ты можешь найти все файлы, в которые входят это, последовательности. Он сохраняет их в очередь, а потом из этой очереди пробегает по каждому файлу и меняет это самое. Не-не-не, без шел, не выходя из этого. Я понимаю, но принцип тоже все равно это надо. Как бы плюс, по которому, вот то, что Толик сказал, да, почему, например, ребята, новички остались в BIM, наверное, заслуга его больше, потому что он просто им не помогал. То есть те, у кого не стоял BIM на компьютере, они звали ему, посмотри, у меня не работает, он говорит, я не могу на это смотреть, это какой-то бред, там ставьте BIM на глаза. То есть, ну, то есть, это прайс. Любые способы хоревшивы, когда ты распространяешь религию. Потом, когда они сами друг с другом общались, то есть я прихожу, тут у тебя какая-то своя настроенная леприя, и я вообще хрен знаю, как тебе помочь. То есть, когда у них одинаковые сетапы, мы сели с тобой вместе, вместе за одной клавиатурой что-то попейились и пофиксили. То есть, гораздо проще друг с дружкой, вот работая особенно в хроманде, сидеть и дебаггать. А поделись опытом, какой менеджер пакета используешь или не используешь? Смотри, Насколько я знаю, проблема есть с навигацией. Нет никаких проблем с навигацией. Смотри, я тебе расскажу, я расскажу, я пришел в Vim, есть якуда кац, у него есть Янус, там это предефайнд пэк всяких плагинов, ты его поставил, что-то вроде пользуешься, но я всегда осознавал, что есть пачка плагинов, которыми я даже не знаю, что они делают и зачем они нужны, я как-то живу без них. Это была первая ступень моего погружения в Vim. После этого я вычистил лишние плагины, которыми не пользуюсь, немного донастроил свой конфиг, но продолжал пользоваться этим всем. Через какое-то время я осознал, что и эти плагины не нужны, Vim может это делать без плагинов, значит он становится еще легче, еще производительнее. Все связывается к тому, что сейчас у меня, я юзаю bundle для плагинов, у меня стоят плагины только визуализаторы. Это Fugitive, Airline, то есть те плагины, которые не модифицируют Hot Carry, дефолтные. Зачем? Потому что, если ты свечешься на любую машину, на любой сервак, тебе надо что-то сделать, конфиг поправить, то у тебя дефолтный Vim. Почему я не пользуюсь, ты спрашиваешь про навигацию. Навигация в Vim, NetRVS, дефолтный плагин, он может все то же самое, что делать в Nerd3, только он идет с Vim. А это значит, что ты попадаешь куда-то, где нет Nerd3, все твои хот-кей не работают. Есть возможность быстро переключиться в файл по имени, введя несколько символов? FineTab, но где-то нужно в конфиге поставить wild . Есть предложение дальше как бы Vim, 50 человек. Давай.